Продолжение следует... 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 Вот на основе данных по чрезкожному чрезпеченному отведению желчи на основании группы пациентов с опухоли Класкина видно, что сочетание чрезкожного дренирования и внутрепротоковой лучевой терапии, в этом случае двухлетняя выживаемость достигает 36%. В сочетании чрезкожного чрезпеченочного дренирования и фотодинамической терапии трехлетняя выживаемость достигает 44%. В нашем наблюдении по уровням блока, дистальный уровень блока наблюдался в 48% случаев, максимальный в 53%. Проксимальные блоки мы подразделяли по классификации бисмут, при этом тип бисмут 1 наблюдался в 26%, бисмут 2 в 30%, бисмут 3 в 22% и бисмут 4 в 21% случаев. Подразделяются виды отведения желчи на хирургический, эндоскопический, интернационно-радиологический и сочетанный, так называемый эндоскопически ассоциированный. Основная проблема – все методы желчной декомпрессии на определенном этапе позволяют решить задачу желчоотведения, но во многих клинических случаях отведение желчи является только первым этапом для возможности выполнения последующих диагностических и лечебных процедур. Необходимо формирование во всех случаях надежного доступа, позволяющего помимо реализации идеи адекватного дренирования, проводить также необходимое вмешательство в зависимости от дальнейшей тактики лечения. Ограничение и недостатки хирургического метода декомпрессии. Разрешение механической желтухи хирургическим способом возможно при уровне бельрубина не выше 275 ммл, длительности желтухи не более 17 дней и отсутствие осложнений, возникающих вследствие механической желтухи тхолонгита, печеночной недостаточности, почечной недостаточности. Сформированные белиодигестивные анастомозы перестают функционировать при распространении опухолевой инфильтрации в парсимальном направлении. Выведенные в ходе лапаротомии, либо лапароскопии желчные дренажи в подавляющем большинстве случаев непригодны для дальнейших вмешательств на протоках. И наблюдается более высокий по сравнению с малоинвазивными технологиями уровень осложнений. Типичные ошибки при выполнении интернационно-радиологического метода декомпрессии. Это выполнение желчевмешательств без предварительного определения уровня блока магистральных желчных протоков при помощи МРСП. Выбор доступа в желчные протоки без учета возможности последующего хирургического лечения или обеспечения качества жизни неоперабельных пациентов. Через кожное дренирование под ультразвуковым наведением без последующего позиционирования дренажного катетера под рентгеноскопическим контролем. Выполнение чрезкожного катетерного дренирования в один этап без предварительного периода наружного отведения. Эндопротезирование желчных протоков с саморасширяющимися металлическими стентами без учета возможного последующего противоопухолевого лечения и без учета прогнозируемого времени жизни. Эндопротезирование желчных протоков с саморасширяющимися металлическими стентами в один этап без предварительного этапа наружного дренирования. Вот на примере чрезкожной холонгиостомии под УЗИ наведением без последующего позиционирования дренажного катетера под рентгеноскопией. Видно, что на левом слайде это состояние после дренирования желчных протоков под УЗИ наведением. Проекционно видно, что дренированы, по-видимому, шестой сегментарный проток, седьмой сегментарный проток и, возможно, третий сегментарный проток. После выполнения МРСП получена картина, визуализирующая уровень поражения желчных протоков. И после этого катетеры спозиционированы под контролем рентгеноскопии с формированием реверсирного дренирования по всем трём дренажам. Ситуация также дренирования под УЗИ наведением без позиционирования под рентгеноскопическим контролем, также без определения уровня блока магистральных желчных протоков. Ситуация со стентированием желчных протоков металлическими саморасширяющими стенками без предварительной оценки возможности хирургического лечения. На левом слайде иллюстрация Т-образного дренирования при опухоле Клацкина. При ретроградной холонгиопанкреатографии видно, что обтурирована левая бранша горизонтальной части стенда. И справа это уже состояние после левосторонней гемегипотектомии. Видно, что фрагмент стенда остался в правом долевом желчном протоке и фрагмент стенда ушёл в тонкую кишку. Ситуация со стентированием без учёта прогнозируемого времени жизни. Слайд состояния после дренирования. И два следующих слайда – это состояние через 6 месяцев после стентирования. Опухоль распространилась максимально, перекрыла стенд. Видны множественные холонгиогенные абсцессы. Типичные ошибки при применении эндоскопического метода – это попытки выполнения желчного отведения без предварительного определения уровня блока. Также неадекватность ретроградного стентирования при блоке магистральных желчных протоков на уровне конфлюенса. Увлечение эндопротезированием протоков металлическими стентами. И отсутствие возможности последующего эндоскопического извлечения стенда, полностью погруженного в протоки. Ситуация со стентом, полностью погруженным в желчные протоки, который невозможно было удалить при папилотомии. Стент удален антеградным способом. Задачи, требующие решения у больных с механической желтухой, при хирургическом лечении – это купирование механической желтухи, создание оптимального хирургического доступа и условия для формирования билеодигестивного анастомоза, при нехирургическом лечении – купирование также желтухи, создание доступа в желчные протоки до проведения биопсии и других вмешательств, при симптоматическом лечении – это купирование механической желтухи и повышение качества жизни. Ну и, собственно, вот подходы при различных уровнях блоков. При дистальных блоках, если у пациента имеются хирургические перспективы, выполняется наружная правосторонняя холонгиостомия. При отсутствии хирургических перспектив левосторонняя холонгиостомия с последующим переходом на внутреннее дренирование с низведением катетера 12-перстную кишку, при исчерпанности специального противоопухолевого лечения больному и при предполагаемой продолжительности жизни не более 3 месяцев выполняется стентирование. При проксимальном блоке по типу бисмут-1, при хирургических перспективах правосторонняя холонгиостомия по реверсивному типу без низведения 12-перстную кишку, при отсутствии хирургических перспектив левосторонняя холонгиостомия по наружному или реверсивному типу, при исчерпанности специального противоопухолевого лечения также выполняется стентирование. При проксимальных блоках бисмут-2, бисмут-3 и бисмут-4 при всех видах лечения двухсторонняя холонгиостомия по наружному или реверсивному типу без низведения в 12-перстную кишку, в заключение технология отведения желчи у больных с механической желтухой опухолевой этилогии является комплексной и мультидисциплинарной, и прецизионной, и все решения по поводу того, как дренировать пациента, должны решаться в составе консилиума с участием хирурга-онколога, радиолога, химиотерапевта, эндоскописта и интервенционного радиолога. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста, докладчику. Пожалуйста, Олегов. Два вопроса. Вопрос первый. Считаете ли вы, что диагноз механическая желтуха является достаточным основанием для наружного желчного отведения? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему при отсутствии хирургических перспектив... Простите, независимо от уровня ее? Вот просто факт. Механическая желтуха. Достаточно ли это основание для дренирования или нет? Или что-то надо еще? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему при отсутствии хирургических перспектив вы предпочитаете левостороннюю холангиостомию? С последнего можно начну? Значит, ну почему левосторонняя? Левосторонняя, во-первых, правостороннюю при хирургических перспективах мы выполняем для того, чтобы у хирурга был каркас для формирования билеодигестивного анастомоза. И правосторонний дренаж, с учетом операции, он стоит по времени меньше. Если у пациента нет перспектив к хирургическому лечению, мы ему устанавливаем левосторонний дренаж. Этот дренаж, во-первых, он для пациента более комфортен, к пациенту легче за ним ухаживать. И по нашему, во всяком случае, данных, меньше осложнений при левостороннем доступе. У меня сложилось такое впечатление из вашего ответа, что у вас хирург всегда только одну долю удаляет. Это имелось в виду дистальный блок. Это не хирургический пациент. Я так поняла, речь идет только о дистальный блок. Каркасная функция прозвучала в ответе, что это лучше для хирурга. Никак это не связано, ведь бывают какие-то анатомические особенности доступа в правую, в левую долю. Почему так категорично? Это не категорично. Это основано предпочтительно и в большинстве случаев. Это вопрос и технический. А вопрос стратегический. Первый мой вопрос. Диагноз механическая желтуха. Это достаточное основание для того, чтобы уже вмешиваться или нет? Вмешиваться интервенционно? Неважно, каким способом. Принципиально, надо ли любую желтуху механическую дренировать? Или не надо? Надо дренировать. Надо дренировать. Но с учетом... Мы не обсуждаем блоки. Это все понятно. Стратегически. Желтуха. А, Б, дренирование. Дренирование. Вот такая позиция у вас. Я все понял. Я знаю. Тем не менее, мы ее пропустили. И хотелось бы... Мы ее продолжим через... Я понял. Но мы сейчас обсуждаем уже вторую часть. Я понимаю, что логично было бы сначала расставить точки нады, надо ли дренировать или не надо. Но уж, поскольку, так сказать, уважаемый коллега попал под раздачу, то, что называется, хотелось бы понять его позицию в этой части. У меня тоже вопрос по поводу дистальных блоков. Вы совершенно исключаете возможность эндоскопического разрешения механической желтухи, даже если больной резектабельный в перспективе? Но мы все-таки предпочитаем чрезкожный доступ, чтобы у хирурга, я повторюсь, чтобы был каркас для формирования билеодиогестивного анастомоза. Мы тоже предпочитаем, но это как бы для аудитории, потому что во многих учреждениях все-таки эндоскопическое направление развито более широко и, в общем-то, нисколько не мешает потом хирургам сформировать тоже билеодиогестивный анастомоз, удалив пластиковый стенд. Не скажите, еще как мешает. Если подводите, я добавлю, что работать надо тем арсеналом, который в клинике имеется. Если нет интервенционной радиологии, есть только эндоскопия, и, конечно, ее надо использовать. Но ни в коем случае не надо доводить это вмешательство до того состояния, чтобы нельзя было вернуться назад. Вот что там дело. И если вы ставите стенд пластмассовый, ну, то что же в этом плохого, в принципе, это можно всегда удалить. Но если вы ставите стенд металлический, который невозможно удалить, при этом нельзя взять биопсию, и все, вы останавливаете все возможности на лечение, вот этого делать не надо. А сдренировать, конечно, наружно можно и, когда протоки спались, но это труднее, но, тем не менее, это можно. Желтуха является ведущим симптомом, который может привести к смерти пациента, поэтому это надо разрешать. Ещё вопрос к докладчику. Спасибо. Мы вынуждены двигаться дальше, потому что жёсткий регламент, у нас много. Маринова, если я правильно говорю. Людмила Анатольевна. Здравствуйте. Взгляд эндоскописта, пожалуйста. Значит, ещё раз, я, так сказать, механическая желтуха опухолевого генеза. Выбор способа декомпрессии. Уважаемые коллеги, разрешите теперь осветить эндоскопический взгляд на выбор способа декомпрессии желчных протоков. Всё-таки хотелось бы обратить Ваше внимание, что и у эндоскопического способа есть положительные стороны. В первую очередь, мы не считаем, что одноэтапное дренирование – это плохо. Одноэтапное, более физиологичное внутреннее дренирование можно осуществить и при этом сочетать его и с доденальным. Например, отсутствие наружных дренажей у пациента повышает качество его жизни и лишает его проблем, связанных с точкой доступа. В первую очередь, и желчь истечения отсутствует, и боль, и другие проблемы. При этом нет риска опухолевой диссиминации в этой зоне, что важно для предоперационного дренирования. Также этот метод, наш эндоскопический, позволяет более легко получить цитологическое, а тем более гистологическое заключение. По сравнению с некоторыми учреждениями, я знаю, что при антеградном методе это сделать сложнее. А также есть плюсы в том, что при эндоскопическом методе нет ограничений при асците, стазировании в печень и при нарушении свертывающей системы крови. Конечно, есть и недостатки у этого метода. К ним традиционно относят техническую сложность выполнения, риск холонгита и необходимость седации пациента. Но, на наш взгляд, некоторые из этих недостатков преувеличены. Я постараюсь вас в этом убедить. Далее. Много существует международных консенсусов. В принципе, все они согласованно нас приводят к возможности дренирования и эндоскопическим способом, и антеградным при всех уровнях блока. Мы в своей работе в большей степени предпочитаем ретроградный доступ. И согласно всем рекомендациям международным, при необходимости предоперационного дренирования используем пластиковые стенты один или два или более, в зависимости от уровня блока. И на забилярное дренирование также одним или двумя дренажами при холонгите. Есть определенные работы, пока что нельзя рекомендовать это повсеместно, употребление этого метода, об использовании коротких металлических стентов перед предполагаемой радикальной операцией именно по поводу дистального блока. Когда либо стент извлекается, либо удаляется, либо удаляется вместе с комплексом органов. Задачами паллиативного дренирования являются увеличение продолжительности жизни пациента и улучшение качества его жизни. Согласно международным консенсусам, при дистальном блоке при ожидаемой продолжительности жизни менее 4 месяцев рекомендуется установка пластикового стента. При проксимальном блоке при ожидаемой продолжительности жизни менее 3 месяцев. При этом желательно стремиться к дренированию наибольшего объема печени. И при ожидаемой продолжительности жизни более 3 и соответственно 4 месяцев рекомендуется установка одного или, в зависимости от уровня блока, двух или трех металлических стентов. Также эта методика рекомендуется при холонгите. Разрешите представить собственные данные. В больнице имени Юдина, бывшая седьмая больница, за 4 года эндоскопическое стентирование было предпринято у 329 пациентов со злокачественной билярной обструкцией. Не удалось выполнить дренирование у 8 пациентов. У 5 ввиду невозможности доступа эндоскопического к БДС и у 3 ввиду технической неудачи нам не удалось пройти в холедах. При этом технический успех вмешательства составил 99%. По нозологии пациенты распределились следующим образом. Из 321, 1 третий – это высокий блок и 2 трети – дистальный блок. Выполнены 392 вмешательства. Мы достаточно много устанавливаем металлических стентов, согласно тем рекомендациям, о которых я сказала. И при максимальном блоке, это оранжевые графы, при максимальном блоке мы стараемся выполнить дренирование наибольшего объема печени путем установки биолатеральной, и псилатеральной, и трилатеральной стентов, любых дренажей. Такие осложнения у нас развились. На наш взгляд, не очень большое количество. Наиболее частые осложнения – это холонгит. 4% – 13 пациентов. У двух из них наблюдались холонгогенные абсцессы печени. Результаты билярного тренирования. Летальность составила 9%. Она была выше значительно в группе максимальных блоков, что объяснимо. Ни один из этих случаев не был связан напрямую с вмешательством. Фатальных осложнений у нас не было. Технический успех – 99% и клинический успех – 91%. Возвращаясь к общим тенденциям, большинство консенсусов при дистальном блоке отдают прерогативу в руки эндоскопистов. При проксимальном рекомендуется один и другой доступ без четких объяснений в зависимости от степени владения клиникой разными методиками. Вот такой серьезный документ Asia Pacific Consensus, который рассказывает нам о правилах ведения пациентов Сопхлю Клацкина. У него есть градация по левую часть. Это градация бисмут-1, бисмут-2 по уровню блока, когда рекомендуется эндоскопический доступ. И при более высоких поражениях, третий и четвертый уровень бисмут, все-таки считается, что более доступен для антиградного доступа. При этом авторы ссылаются на более высокую частоту успеха именно антиградного доступа – 92%. При этом подчеркивая, что одинаковое количество осложнений – продолжительность жизни у этих пациентов. В связи с этим нам кажется, что при схожем проценте успеха эндоскопического метода, его также применение может быть оправдано. Конечно же, при наличии не большего количества осложнений. И в заключении своего выступления хотелось бы прокомментировать такое основное осложнение, которое часто меняется в вину эндоскопистам. И совершенно оправданно – это постманипуляционный холонгит. Он может привести к фатальному исходу. И в первую очередь любое инфекционное осложнение наиболее эффективно предотвращается адекватным тренированием. И это возможно и при дистальном блоке, и при проксимальном. При этом необходимо соблюдать определенные правила. В частности, выполнять бесконтрастную канюляцию супрастенатических отделов, ориентируясь на данные МРХПГ, правильно выбирать стенд и обязательно грамотное переоперационное ведение пациентов. Вне всяких сомнений, контрастирование протоков без возможности их последующего дренирования, установка пластиковых стендов с расчетом на их длительное стояние или неправильный подбор диаметра, длины, конфигурации стента и так далее – все это может привести к тяжелым инфекционным осложнениям. И, конечно же, серьезно компрометирует эту методику. У вас еще много, просите? Все, у меня последний слайд. Серьезно компрометирует эту методику, хотя, по сути, является всего лишь проявлением неправильной тактики. Понятно. Просто любое дело уметь надо делать. Да, можно последний слайд закончить. Хотела бы показать достаточно интересный случай, у нас их несколько было. И сказать в заключении, что, конечно, эндоскопический метод более технический и специалистозависим. Поэтому его легче скомпрометировать. Но его нельзя рекомендовать к широкому употреблению, применению во всех учреждениях, как преобладающий. Но у этого метода большое будущее. И при правильном, при грамотном техническом и клиническом подходе он может стать самым эффективным. Спасибо за внимание. Ой, могу вам сказать, коллега, что хирургическая деятельность тоже является специалистозависимой. Как это ни странно вам может показаться. Да еще как. Да, пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, а сколько времени проходит с момента первого контакта пациента с механической желтухой до вашего эндоскопического разрешения механической желтухи? Потому что, я так понимаю, для того, чтобы определиться, куда и сколько стентов ставить, в общем-то, за одну минуту не решишь. Я задаю вопрос в связи с тем, что мы вроде бы как определились, что желтуха все-таки является, даже при том, что она опухолевая, все-таки достаточно ургентным хирургическим состоянием. И в связи с этим мой вопрос. Сколько времени вам необходимо от первого контакта до разрешения желтухи? Спасибо за вопрос. От момента поступления пациента это возможно в течение одних двух суток. Вот как все вот эти, с МРТ, с… При МРХПГ мы выполняем при высоких блоках или при каких-то сложных случаях. КТ выполняем практически всегда. И, в общем-то, в клинике Юдина и МРХПГ, и КТ круглосуточно, поэтому здесь проблем нет у нас. Хорошо, живете. Пожалуйста, вот сюда микрофон. Спасибо за прекрасную демонстрацию такой супертехники. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Как вы определяете или кто определяет вот эту ожидаемую продолжительность жизни? Больше трех месяцев, меньше трех месяцев. Это кто решает? Консилиумом. Консилиум кто? Ну, до недавних пор у нас не было онколога в составе консилиума, действительно. То есть это фактически ваше было решение? Это хирурги. Это хирурги. Да, эндоскописты. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас там 40 пациентов с опухолью Клацкина. Вы знаете их судьбу дальнейшую? Насколько, вернее, конкретный вопрос. Сколько из них было радикально оперировано? Около 12 пациентов. 12. Около это как, один с половиной? Ну, 12, 15. Я сейчас не готова очень точно ответить на этот вопрос. Мы их отслеживаем. Нет, я просто задаю вопрос, интересно, сколько. Да. Замечательно. Короче, 12 из 40. Да, у меня Алексей Владимирович, он там в углу сидит и контролирует ситуацию. То есть, треть пациент. В данном случае из 40 оказалось 12 резиктабельно. Да, конечно. Спасибо. Мы не ставим металлические стенты, если есть хоть какая-то надежда на резиктабельный случай. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста, Борис Луч. Скажите, пожалуйста, при клинической неэффективности транспопулярного стентирования вы идете на повторную доску печечки вмешательства или это является показанием к чрезвычайной печёночной хангерстомии? Я, наверное, сейчас скажу какую-то глупость, но у нас не было неэффективных. То есть, клинической неэффективности не было? Нет, не было. Вы же говорили, у вас... Нет, извините, наверное, так. У нас было две печёночные недостаточности, которые просто пациенты... Да, мы не смогли его вывести, но при этом... Мы не смогли задренировать, но не справились... Да, то есть... Да, да. Коллеги, ну вам же объяснили, метод специалистозависимый. Людмила Анатольевна, вы говорили, что были технические неудачи в канюляции, и в пяти случаях, по-моему, не было возможности, я так понимаю, эндоскопического доступа. В этой ситуации как вы решали вопрос? Если нет эндоскопического доступа, хотя вот дальше у меня будет доклад, что есть возможность проведения додонального стенда, и через него работа на сосочке, но есть пару и ещё какие-то ситуации, где сосочек был опухлевидно поражён в зоне стеноза, тогда да, тогда, естественно, это антеградно. Невозможно было в трёх случаях. Войти в холедах – это один случай при максимальном блоке, это в начале нашей, так скажем, методики, отработки методики, мы смогли, вот если бы точно войти в холедах, не смогли пройти блок. Второй раз мы не пробовали, но не было контрастирования, поэтому просто сделали антеградно. И в двух случаях, это я говорила не только о высоких блоках, а в двух случаях при дистальном блоке мы не смогли войти в холедах, вот за 4 года. А можно ещё, вот за это время, пока вы там 390 или сколько-то сделали ретроградных бильярдных декомпрессий, назовём это так сейчас условно, сколько сверху за это же время было сделано в вашей клинике? Единичный случай. Ну вот и ответ. Да. Правильно говорит Юрий Иванович Патютко, судьба онкологического больного зависит от того, в какую дверь он первый войдёт, понимаете, в чём дело. Если войдёт к хирургу, будет оперирован, если войдёт к интернационному радиологу, будет стентирован, если войдёт к химиотерапевту, будет лечен лекарствами. Достаточно много пациентов. Как раз и стоит в том, чтобы разобраться в этом сложном вопросе и найти определённый консенсус и избавиться от собственных амбиций. Вот это самое главное, коллеги. И вот я тоже хотел бы задать вопрос. Вот летальность 9% – это что, все септические или есть кровотечение? Кровотечение было одно из острых язв желудка на фоне сепсиса. Должна сказать, что к нам достаточно много, особенно стюргентной клиники, что мы видим не только более-менее плановых больных, которые, возможно, могут быть радикально оперированы, мы видим тяжёлых пациентов. И достаточно часто, но не менее раза в месяц к нам поступают пациенты после неудачных попыток дренирования эндоскопического при высоких блоках в том числе. То есть мы уже пациентов с холонгитами видим и их дренируем эндоскопически. И второй вопрос. Скольким пациентам Вы сразу же определили, что у них короткий срок жизни, и сразу же поставили стенты? Вот из 390? Что-то около 112. Треть где-то, да? Треть. 30%. Спасибо. Борис Иванович, Вы удовлетворены или ещё вопросы? Я думаю, коллеги, ещё последний вопрос, пожалуйста, потому что нам надо двигаться дальше. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, по поводу металлических стентов, какие Вы покрытые, не покрытые? И были ли моменты, когда Вы успешно удаляли металлические стенты с какой-либо целью, либо установки новой, либо диагностической другой процедуры? Мы при высоких блоках используем только не покрытые стенты. При дистальных блоках, в зависимости от наличия или отсутствия желчного пузыря, покрытые или не покрытые. То есть если всё-таки нет противопоказаний к установке покрытого стента, предпочитаем покрытые. Стенты при правильной установке, на самом деле, и я не буду заниматься рекламой, но, в общем-то, у разных фирм разное качество стентов, разные ячейки, разная радиальная сила. И, в общем-то, мы в своей работе так сформировали своё мнение о некоторых стентах, работая на них, но мы видим значительно меньше каких-либо осложнений. Действительно, очень трудно извлечь непокрытый стент после, допустим, даже 5-10 дней. Но, в общем-то, нам своих особенно не приходилось это делать. Было прорастание при опухоли БДС, мы вынуждены были поставить непокрытый стент, и через 2 месяца, где-то 3, было прорастание. Мы установили второй стент просто. Всё понятно. Успешно удаляете нитиноловый стент? Нет, нет. То есть, является ли нитиноловый стент таким критерием, что его нельзя удалить, и всё, на этом ставится точка. Я могу сказать про доброкачественные структуры. Мы удаляли, и мы лечим доброкачественные структуры периодически применением покрытых стентов. Спасибо, дорогие друзья. Друзья, мы не уложимся никогда ни в какой регламент, если будем тут разбирать френчи и прочие всякие вещи. Пожалуйста, никто никуда не расходится. Есть кулуары, есть кулисы. Подойдите непосредственно и спросите про всё остальное. Нам нужно двигаться дальше, и мы готовы выслушать мнение хирурга по данному вопросу. Пожалуйста. Руслан Дагданович Алиханов, Московский клинический научный центр. Мне вот с зала подсказывают, что эндоскопистов здесь больше. И всегда больше, понимаешь, на каждом километре. Вчера мне хотелось подбросить масло в огонь, я сейчас думаю, что это, наверное, не совсем правильно. Не надо, не надо. Поэтому я буду больше ориентироваться на данной литературы. Очень сложно говорить о взгляде хирурга, потому что хирург зачастую на этапе периодоперационного лечения пациентов с механической желтухой является наблюдателем ситуации, скажем так, войны. Или просто обсуждение, что же лучше, антеградное тренирование или ретроградное. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что следующая часть будет говорить о том, нужно или не нужно, кому нужно, кому не нужно делать дренирование при механической желтухе. Я не буду на этом останавливаться, но я могу сказать, что в наших реалиях, когда пациенты поступают в инфекционные, к сожалению, стационары, и там в течение двух-трех недель порой диагностируется механическая желтуха, этим пациентам, конечно же, нужно дренирование в желчных протоках, потому что оперировать на высоте такой желтухи и изменения после такой желтухи оперировать невозможно. Или крайне рискованно. Я соглашусь, в общем-то, с общей позицией и, в общем-то, со всеми консенсусами, касаемые дистальных блоков, в частности, при раке поджелудочной железы и переампулярной зоны, а также при опухолях бисмут 1 и 2, что ретроградное дренирование, наверное, здесь предпочтительное. Об этом говорят все. Я просто ссылаюсь на опыт других, и, в общем-то, здесь особых каких-то споров, если и есть, то это исключение. Основной вопрос – это проксимальные блоки, в частности, при опухоле Класскина, бисму 3 или 4, или при высоких блоках вследствие поражения холангиокарциномы или гепсулярного рака. Если посмотреть все ретроспективные исследования, которые удалось собрать, это более 19 исследований, которые проводились, за исключением кейзов, которые меньше 10 наблюдений, тем не менее больших наблюдений не было. И, если посмотреть, то, в общем, по частоте переоперационных осложнений, связанных с дренированием тем или иным способом, два таких очень важных осложнения, такие как холангит и панкреатит, все-таки чаще у кого-то, в большей степени у кого-то, в меньшей степени, все-таки чаще при ретроградном способе дренирования. И на сегодняшний день удалось найти только два крупных исследования, одно европейское, с большим числом, больше 100 пациентов наблюдений. Одно европейское, одно азиатское. Это европейское исследование, которое выполнено в составе которого из голландских рук известный вангулик. Было показано, что оценивалась не только частота осложнений, которой, в общем-то, достоверной разницы при этом исследовании не было, но и эффективность антеградного дренирования, особенно... Это вопрос только в максимальных блоках, конечно. Эффективность при антеградном дренировании была, конечно, выше. Обращаясь на большое азиатское исследование, которое было выполнено в Севульском университете, также было показано, что частота осложнений, таких как холонгит и панкреатит, значительно статистически значима. Вы видите в таблице, в последней колонке статистически значима выше при ретроградном дренировании. Хотя антеградное дренирование имеет свои осложнения, конечно, ближайшее такое качество жизни и неудобство связано с наружным дренированием. Мы все об этом знаем, и пациенты отмечают. На сегодняшний день существует два основных метаанализа. Я подчеркиваю, я пытался найти именно такие хорошо выполненные исследования с очень высоким уровнем, рекомендательным, скажем, и доказательностью. Два исследования. Один из китайских авторов, которые сравнивали метаанализ, провели и показали, что чаще всего хирурги и вообще клиники, занимающиеся этими заболеваниями, склонны к дренированию антегранно у пациентов с проксимальными блоками. И такие же результаты были получены при другом австралийских авторах метаанализа. Все это прекрасно, но в последние годы из тех клиник, которые были ярыми пропагандистами антеградного дренирования, особенно это азиатское, в частности, я думаю, что многие знают, занимаются этой проблематикой, профессора Юджини Мура из Нагина, из той клиники, которые были ярыми пропагандистами антеградного дренирования, стала несколько меняться концепция и стало действительно обсуждаться ретроградное дренирование, потому что в 2-5% случаев при антеградном дренировании было отмечено, что могут иметь место метастазы вдоль установленного дренажа наружного, фактически формирование имплантационных метастазов, а также канцероматоза. Целый ряд исследований, и у нас тоже есть такой опыт, показали, что такая ситуация возможна, хоть редкой, но возможна. И, в общем-то, это такой момент, который ставит под сомнение, можно ли при таких локализациях выполнять антеградное дренирование. В этой связи это был такой серьезный вопрос. Я бы хотел указать на последнее исследование в 2015 году, которое показало, что многоцентровое исследование европейско-американское, которое показало, что, в общем-то, никакой разницы ни при антеградном дренировании, ни при ретроградном дренировании, никакой разницы в отдаленных результатах и распространения канцероматоза и имплантационных метастазов на большой группе пациентов нет. В частности, выживаемость практически никак не отличалась, что при ретроградном, что при антеградном дренировании. Более того, авторы ссылаются на еще… Но это не эти авторы ссылаются, другие авторы ссылаются на более старые исследования, даже 90-х годов, которые показали, что при ретроградном дренировании также возможны формирование имплантационных метастазов. Таким образом, ну вот это не совсем взгляд хирурга такой общий, это, наверное, больше наш личный взгляд. Во-первых, что резиктабельные операбельные пациенты часто не получают радикального лечения при опухоле Клацкина, при БИСМУ-3,4, потому что специалисты по эндоскопии необоснованно задерживают их, выдавая стентирование к окончательным методам лечения. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Пациенты не только из Москвы и из других учреждений при ретроградном дренировании, они наблюдают за специалистом эндоскопического профиля. В то время, когда, причем ставятся стенты, которые уже потом достаточно сложно или невозможно удалить, металлические стенты, совершенно резиктабельные пациенты, которые к нам поступают. Поэтому я, в общем-то, солидарен с тем, что говорил Борис Иванович, в том смысле, что не нужно стремиться вот так вот. Это должно быть мультидисциплинарное решение, и дренирование то или иное, в зависимости от того, что принято в клинике, должно быть только этапом, и ни в коем случае не определением вот таким окончательным для этого пациента. Более того, те пациенты, которые раньше считались нерезиктабельными, порой после такого временного дренирования, проведения химиотерапии, у нас такие пациенты есть, происходит стабилизация или уходят метастазы, они переходят в группу резиктабельных пациентов. Поэтому, мне думается, это очень важный такой момент. Не должно быть ни в коем случае индивидуального решения, определения, какая там у него может быть продолжительность жизни или нет. Это должен быть стратегический план консилиума. Наше мнение, прошу прощения, наше мнение, что все-таки, это вот я сейчас уже говорю не за себя, а опыт целого отдела и отделения, которое у нас есть в МКНЦ, все-таки антроградное дренирование сопровождается меньшим числом хирургически значимых для нас. Осложнения таких как холонгит и панкреатит. И антроградное дренирование с точки зрения хирурга, конечно, нам более удобно, поскольку, когда мы имеем там меньше воспалительных изменений при операции, и у нас есть дренаж, на который мы ориентируемся, но это такие очень субъективные показатели. Спасибо. Я готов ответить на вам. Пожалуйста, два-три вопроса есть возможность задать. Пожалуйста, Ольга Вячеславовна. Если можно. Значит, ремарочка относится к тому, что... Нет, ремарочку не надо, ремарку давайте. Ремарку. Это в дискуссии. Нет, ремарка относится к тому, что мы, когда сравниваем осложнения, ориентируемся на зарубежные данные, вы не забывайте, что за рубежом нет супрапапиллярного дренирования. Они ориентируются только на транспапиллярные дренирования. Они имеют частоту холонгита и частоту панкреатита, практически сравнимую с ретроградными методами. Ольга Вячеславовна, это тема вашего доклада через... Нет, это просто к тому, что, соответственно, у нас осложнение при супрапапиллярном дренировании... Ольга Вячеславовна, я полностью отдаю на ваш откус, потому что я в этом ничего не понимаю. Это был вопрос или выступление? Я хотел бы слышать вопросы. Пожалуйста. Вопрос по заключению, вот по последнему слайду, где указан взгляд, если даже можно его включить. Я правильно понимаю, что это указаны были ваши рассуждения для бисмут 3 и 4? Или для бисмут 1 и 2 и дистального блока тоже? Нет, 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 я в самом начале сказал, что проксимальные... Что все вот эти рассуждения по поводу бисмут 3 и 4? Это только высокие блоки. То есть дистальный блок и бисмут 1 и 2, как бы... Я в самом начале сказал, что свою позицию. Это неожиданно было. Не надо в бутылочку... Вы отвлекаетесь, я понимаю. Борис Львович. Пожалуйста. Спасибо большое за прекрасный доклад. Я хотела бы уточнить, на каком основании такое заключение о том, что это эндоскописты задерживают пациентов. Но ведь это ведут хирурги, лечащий врач-хирург. И если лечь, насколько мне известно, в большинстве клиник, и если хирург не знает о том, что возможны другие методы лечения, может быть, тут тогда надо разделить ответственность хотя бы? Так, в чем вопрос? На каком основании эндоскописты провинились? Эндоскописты – это не хирург. Я хотел просто это подчеркнуть, что методика не должна быть вот таким определяющим. То есть человек, который владеет этой методикой, он не должен быть определяющим, здесь должен быть обязательно консилиум. Я это говорю не просто так, как из головы. Мы таких пациентов имеем, к сожалению, да, и я думаю, что и Борис Иванович наблюдал таких пациентов, что на местах пациенты лечатся, которых можно было оперировать. И поэтому я на этом… И, как правило, принятие решения, как Виктор Викторович говорил, зависит от того, с кем столкнулся пациент. Вот он столкнулся со специалистом, кто умеет через кожу надренировать, и вот он его ведет год, там все растет дальше, а пациента можно было оперировать. Или он столкнулся со специалистом, который эндоскопист, и тот его поставит сразу металлический стенд, все хорошо, и потом… И еще скажет, что вы здоровы. А потом показывает отдаленные результаты, такие… Да. Только в этом плане. Я думаю, что, вот, не знаю, прежде чем перейти… Спасибо, Руслан Багранович, я думаю… Борис Иванович еще… Борис Иванович еще… Борис Иванович всех спрашивает, понимаешь, но потом подойдет время. Время. Спасибо, извините, Борис Иванович. Я понимаю ваши, так сказать… Друзья мои, перед тем, как перейти вот к дискуссии, я хотел бы вот… Я хоть и хирург, но позиция моя такая, она была вообще абсолютно четко сформулирована в выводе первого доклада, вот Бориса Ивановича с его соратником. Это онкологические больные. Все решения там должны приниматься тактически в зависимости от той стратегии, подчеркиваю, которая была определена в ходе мультидисциплинарной мозговой атаки, если угодно, консилиума. И вот здесь очень важно, что где эта атака будет более продуктивной? Там, где вот эндоскописты есть, а интервенционных радиологов нету. Или там, где интервенционные радиологи есть, а эндоскопистов нету. Там, где есть хирурги, но нет онкологов. Или там, где есть онкологи, но нет хирургов. Или хирургия слабая. Так вывод вот один, что это мультидисциплинарное решение в отношениях сложнейших больных, которые, как правило, лечение их многоэтапное, сложное и мультидисциплинарное, конечно, надо проводить в специализированных учреждениях. И тогда каждому будет, что называется, воздастся то, что ему должно воздастся. Вот такие соображения. У меня вот то, что по поводу того, что я здесь сейчас услышал. Вот не надо этих больных лечить, где попало. Их нужно аккумулировать в соответствующих учреждениях. Где есть и сверху, и снизу, и сбоку, и лекарствами, и скальпелем, как угодно. Вот такое впечатление. Я в чем-то не прав, коллеги, нет? Вы во всем правы. Единственное, что я хотел бы поддержать и пожалеть хирургов, потому что они принимают на себя самую большую ответственность за пациента. Какие бы осложнения у нас ни произошли, вот эндоскописты, интервенционные радиологи, мы потом всегда обращаемся к хирургу. И та ответственность, которая ложится на конечный этап лечения, как правило, это радикальное лечение хирургии, вот она самая большая. Поэтому очень я доволен вот сообщением последнего Руслана Богдановича, который непредвзято очень хорошо показал все трудности, с которыми сталкиваются хирурги. Поэтому мы должны исходить из последнего этапа, из того, с чем сталкивается пациент, и в конечном итоге с его судьбой. Да, конечно бы еще в этом консилиуме дисциплинарного еще Господа Бога бы привлекать, потому как сколько угодно можно всяких статистических данных. А вот кто сколько проживет, особенно это сложно у больных, которых мы как бы решаем, что их не надо оперировать, сколько дать. А они живут и живут, живут и живут, особенно при Классе, медленный рак. И при этом страдают очень жестоко, между прочим. Да, что-то еще, коллеги? Я, наверное, конечно, замечательно все мы обсуждаем. Единственное, механические желтухи, больные с механической желтухой, причем действительно с запущенными стадиями, к сожалению, поступают на первом этапе в скоропомощные больницы, где нет у того созвездия специалистов мультидисциплинарных. И, собственно говоря, наша же задача, наверное, была сейчас определить вот этот начальный посыл, каким образом осуществлять декомпрессию именно на этапе скоропомощной больницы. А надо ли? А надо, потому что это нередко затягивает общий процесс. Это же тупо, не аппендицит, а не кровотечение. После этого пациент начнет бродить по Москве, белирубин будет расти, свертывающая система, резервы ее снижаться и так далее. Поэтому, может быть, в общий такой смысл сказать, что нужно разрешать желтуху максимально как бы наружными какими-то, ну, то есть такими обратимыми способами сверху, снизу, а потом уже сразу направлять больного в специализированный стационар так, чтобы у него был запас выбора пути. И вот я категорически настаиваю на том, что в скоропомощных больницах этого делать не надо, во всяком случае в Москве. Потому что через забор есть специализированные учреждения, где все знают, как это нужно делать и в каком порядке. Совсем не обязательно сразу кидаться его каким-то образом тренировать, во всяком случае в Москве, в других местах не знаю. От того, что он три месяца ходит с желтухой, понимаешь, у него там два-три дня на перемещение по Москве, ничего не изменится в ее судьбе. Кирилл Вячеславович, пожалуйста. Там Вячеслав Иванович еще хотел. Да. Я немножко припозднился и, возможно, пропустил что-то важное. Вы пропустили самое главное в Ваше выступление, Вячеслава. Я не пропустил самое главное, Вячеслав Иванович, Ваше выступление. Но в связи с этим у меня вопрос. О какой желтухе мы говорим, когда мы рекомендуем пациентам дренирование в скоропомощной больнице или в специализированном центре? Когда у него бельрубин 600 микромоль на литр или 200? Мне кажется, об этом очень важно договориться. Потому что, когда он поступил без холонгита, без всего, в скоропомощную больницу, у него желтуха 150. Ему, естественно, он может даже в плановом порядке дойти куда угодно. Если он еле ходит, зеленый чешется и не поднимается, а бельрубин 600-700, понятно, что с ним что-то надо делать на месте. И об этом надо договориться. Я работаю в скоропомощной больнице. Имени Сергея Сергеевича Юдина. Да, но даже не это главное. И даже главное совершенно не то, что у нас специализированный отдел Первого медицинского института, и мы давно этим занимаемся. И у нас есть возможности сверху и снизу. А дело в том, что, к сожалению, очень уважаемые федеральные учреждения занимаются больными тех, кого можно операбельно, кого можно прооперировать. А вот тут рядом больница седьмая. Пожалуйста, сколько угодно таких больных. Поэтому, может быть, вы совершенно правы, что лечиться надо у специалистов. Что определять... Даже если они в скоропомощной больнице. Вот, поэтому вот так вот. Спасибо большое. Но если в этой скоропомощной больнице она не Юдина, и нет там школы Эдуарда Зайча-Гальперина, то не надо там браться за таких больных. А вот то, что вы говорите, что у вас все есть, не прозвучало докладе, что у вас все есть. Вон четыре сотни сделали снизу, а сверху единицы. Значит, почему? Да потому что нету. Это нету. Все у нас есть, что другие моменты. Это мы не будем на научном сообществе обсуждать. Да, да. Пожалуйста, Григорий Галкетинович, коротко. У нас совсем нет времени. Я не знаю, что послушал хорошие доклады, но, к сожалению, у меня осталось такое впечатление, что какой-то спор идет между эндоскопистами и антиградными специалистами. Я хотел бы напомнить с аудиторией прекрасное слово, которое придумали французы и назвали «рандеву». Надо использовать тот, который для данного пациента подходящий. И второй момент. Я работаю в учреждении, которое занимается пожилыми контингентами. Вот ни в одном докладе, к сожалению, я не услышал градацию. И я очень уважаю, конечно, выступающих, но ни в одном консилиуме ни один врач не запишет, сколько бы у него осталось жить. Три, шесть, семь. Поэтому в данном случае, я думаю, еще от этого нужно отказаться, придерживаться муртодисциплинарного консилиума и решения у конкретного больного. Ему 85 лет, не будем спорить, ставить там покрытием, беспокрытием. Или как ставить антиградные, кто за ним будет ухаживать потом дома, он и сможет. Может лучше решать, ретроградные тренировали, когда показаны антиградные. Так что это и спорные вопросы остаются. Понятно. Значит, геронтология, это, естественно, все проблемы, которые в обычной жизни геронтологии, они, естественно, еще сложнее. Это совершенно ясно и право, Григорий Балатионович. Надо ли продолжать дальше обсуждение? Дело в том, что у нас есть предложение в президиуме не делать никакого мелкого брейка такого, а сразу перейти, вот еще у нас два сообщения. У нас за механической желтухой опухолевогенеза предоперационного дренирования Михаил Германович Ефанов, Московский клинический научный центр. Семь минут, подчеркиваю. А против, Вячеслав Иванович, приготовьтесь, готовьте. Вячеслав Иванович Егоров, он против. Вы, уважаемые коллеги, меня слышите? Я заюжил, я бы сказал. Времени совсем мало осталось, я прошу починить, я тоже виновник сдвига заседания нашего. Моя позиция, так сказать, за дренирование, но я, наверное, несколько... То есть, я тоже идет. Никому не мешаю. Я буду стараться отталкиваться от противного, доказательств от противного, потому что, ну, есть, так скажем, доминирующее желание задренировать желтого пациента. Какие-то серьезные работы, которые подтверждают такую тактику, к большому удивлению, ну, по большому счету, не существует. И я начну свой короткий доклад с известной, такой, скажем, программной работы в 2008 году, опубликованной Юджини Мура. Это клиника Нагоя, всем хорошо известная, экспертное учреждение номер один по лечению воротной холонгикарциномы, где еще в 2008 году, на основании многих, конечно, уже металлогенетических обзоров, которые подводили итог работы в 80-е годы, Юджини Мура сказал, что необходимо все-таки дренировать. Значит, клиника и остается на тех же позициях, но тогда она выступала за антеградные способы дренирования. Для того, чтобы, прежде всего, подчеркнуто, прошу починить за английский текст, для того, чтобы получить информацию подробную об анатомии, о степени распространенности опухоли, раз, и для того, чтобы вместе с портой эмболизацией подготовить пациентов на правостороннюю гемогипотектомию, которая, ну, по умолчанию, чаще всего является методом выбора. Значит, следующая работа, которая в том же году, Даниэль Черки, хорошо известный, ну, многим, во всяком случае, в этом зале, тоже, в общем-то, так скажем, такое когортное, хорошо контролированное исследование, которое показало, что не было отличий у дренированных и недренированных пациентов на основании достаточно большого мультицентрового исследования. И авторы показали, вот красной полосой подчеркнуто, что, тем не менее, несмотря на отсутствие отличия между дренированными и недренированными, все летальные исходы и наибольшее число осаждений имело место после правосторонних гемогипотектомий. И в отличие от левосторонних, где вообще все было, кажется, тишина и благодать, даже несмотря на высокий уровень дооперационного, так сказать, билирубина. И вот в качестве такой рекомендации, указка не работает, авторы рекомендовали, значит, не выполнять дренирование, если у пациента уровень билирубина не превышает 200 микромоль на литр, если не было предыдущего эндоскопического вмешательства, если не было холонгита, ну, если, так сказать, объем ремнанта превышает 40%. Ну, это было частное мнение вот этого, этих авторов. Далее. Значит, авторы ссылались на метаанализ, который объединял результаты работ 80-х годов. Это более свежий метаанализ, который показывает, что включает 6 исследований при различных уровнях блока и показывает, что, по сути дела, лучший результат, ну, или, по крайней мере, не отличаются результаты по дренировать или не дренировать пациентов перед операцией, по летальности и по осложнению вот этого метаанализма. Вот эти, видите, да, эти форесплот, наиболее такая, скажем, доказательная сейчас система убеждения оппонентов. Значит, но, тем не менее, необходимо показать, что все исследования, которые были включены в этот метаанализ, они обладали очень низкой степенью доказательности. В частности, вот на этом слайде видно, что разброс билирубина составлял от 40 до 250, но рандомизировать этих пациентов практически невозможно, поэтому их надо было, конечно, включать в различные группы. Вот очень известная статья профессора Ван Гулика, тоже хорошо известного специалистов в этом вопросе, которая в когортом исследовании, голландском мультицентровом исследовании, показала, что, значит, дренирование не влияло на частоту несостоятельности анастомозов, это воротная холонгия карцинома, и они показали, эти авторы, что предоперационное дренирование существенно повышало уровень послеоперационной, печеночной, послерадиционной недостаточности. Тем не менее, вызывает, ну, я несколько углублюсь, исследование при всем уважении к Ван Гулику не безгрешно, потому что имеющееся отличие по билирубину в группах дренированных, недренированных, не нашли, тем не менее, нижней таблицы своего влияния на риск развития пострадиционной печеночной недостаточности, и наоборот. Отсутствующие отличия по холонгиту, тем не менее, реализовались как фактор риска по холонгиту, на основании чего не совсем предсказуемо авторы делают вывод, что тем не менее, значит, наружный дренаж значимо повышает риск пострадиционной печеночной недостаточности. Другое когортное исследование, достаточно мощное, где китайские авторы, где отсутствовали отличия, по крайней мере, по билирубину, тем не менее, авторы приходят к тому заключению, что так же, как и черки, что большую частоту осложнений следует ожидать у пациентов, перенесших правостороннюю гемогипотектомию, в отличие от левосторонних резекций. И, наконец, последний довольно серьезный метаанализ, 2011 год, тоже, так сказать, международная такая группа, дренировать, не дренировать, показали, что, да, действительно, после операционного осложнения, имеется в виду, после резекции печени, как правило, опять же, воротная холонгия карцинома чаще возникает у пациентов, дренированных до операции, но летальность выше у пациентов, недренированных. И, собственно, конечно, следует ожидать более частую частоту, более высокую частоту инфекционных осложнений и у пациентов, которых выполнили дренаж. То есть, вот, собственно говоря, график сместился, но указка не могу показать, график сместился в сторону недренированных пациентов, именно более благоприятный расклад рисков. И, наконец, более короткие, но без достаточных отличий, значит, срок лечения в стационаре у пациентов, которые недренированы. Ну и в конце концов, я хочу уже, так сказать, ну да, и по этому исследованию авторы пришли к выводу, что, значит, рутинное выполнение, рутинное выполнение дренирования, скорее всего, не должно иметь места, необходимо, так сказать, различать, кому обсуждать, по крайней мультидисциплинарно, кому необходимо стоять дренаж, кому не нужно. И я хочу, так сказать, на таком короткой пробежке по метаанализам и по хорошим контролированным исследованиям предложить следующие выводы, что ЧЧХС, наверное, целесообразно выполняет все-таки при высоких блоках и чаще всего там, где мы планируем выполнять правостороннюю гемиогипотектомию, то есть это 3А и четверка, где нужно сделать правостороннюю. Значит, если есть холонгит или неразрешающая желтуха, здесь абсолютно вообще ничего, здесь нужно выполнять чрезкозную, чрезпеченочную холонгистомию, в том числе, если была предыдущая, судя по всему, неэффективная ретоградная, так сказать, процедура. Значит, показания чрезкожным вмешательством и в том числе кондоскопически могут быть ограничены, если мы предполагаем выполнять меньшую по объему левостороннюю гемиогипотектомию. Конечно же, как указывал профессор Юджин Емура, необходимо выжимать максимальную информацию о распространении степени блока. Мы с этим сталкиваемся неоднократно, когда мы получаем пациента с одним диагнозом, имеется бисмут 2-3, в итоге получается четверка. И информацию мы получаем только на прямых холонгитограммах. МРХПГ здесь не работает. Об этом писал, кстати, еще и Емура. И при низких блоках, конечно, необходимо выполнять второй тип или поджелудочная железа, ретоградные методы стентирования и уровень гипербербиномии, об этом сегодня уже говорили, пока остается загадкой, кому надо делать, кому надо. Пока условно 200, но 200 для левосторонних вмешательств. Для правосторонних, наверное, эту цифру надо снижать. Спасибо большое. Доклад, по-моему, больше получился против. Я думаю, что больше вопросов на моей странице. Нет, я за. А что мне делать? Нет, я за. Я за дренирование. Я думаю, что вам выступать, и я думаю, что не надо сейчас задавать вопросы, все было ясно и сложно. Пожалуйста, висел вас. В конце лучше мы два слова скажем по поводу той и другой. Пожалуйста. У нас очень мало. А, я выбираю. Мой работает? А у вас ключи-то саду? Да. Добрый день. Я против. Сейчас надо понять, против чего. Если Михаил Георгиевич, я хочу сказать сразу, что я против того, чтобы он выступал, выступал с моим докладом. Но он выступил с ним. Поэтому. А значит, в связи с этим докладом мы называем таким образом. Механическая желтуха при опухолевой обструкции общего желчного протока. Дренировать перед радикальной операцией или нет? Таким образом, мы немного разделим уровень обструкции. То есть, что нам сначала делать при механической желтухе при опухолевой обструкции? Оперировать человека, либо дренировать его? Чуть-чуть, ближе микрофон. Для этого нужно понять, чего мы хотим добиться дренированием. Мы хотим устранить кауглопатию, мы хотим устранить малиабсорбцию, мы хотим устранить дефицит питания. Мы хотим либо провести профилактику, либо избавиться от инфекции, либо устранить зуд, что в значительной степени препятствует нормальной жизни пациента, особенно если он ждет операции. В настоящий момент большинство авторов пришли к выводу, что дренировать надо тогда, когда бельрубин больше 200 микромоль на литр, когда пациент должен ждать с механической желтухой больше двух недель, и он может стать еще выше, и когда он имеет изнуряющий зуд или холонгит. По этому поводу значимых разногласий в настоящий момент нет. И что мы имеем? Тем не менее, появляются разные мнения, и у разных исследований эти мнения были разными до тех пор, пока не был проведен ряд рандомизированных контролируемых исследований. По этому поводу их имеется 9. Одно из которых от 1985 года показало, что предоперационное дренирование – это лучше, чем оперировать сразу. Пять исследований не выявили значимой разницы между результатами недренированных и дренированных пациентов, но при этом, естественно, учитывали риски манипуляций. И последнее исследование 2010 года показало, что дренирование – это более опасная процедура для пациента, чем радикальная операция сразу. По этому поводу было сделано два метаанализа. Один из них достаточно старый, мы о нем не будем упоминать, а это последний метаанализ, то есть буквально недавний, статья находится в печати, который учитывал данные вышеперечисленных исследований, не только тех, которые я назвал, но еще ряд исследований меньшего объема и меньшей достоверности, но который показал, что предоперационное дренирование общего желчного протока увеличивает общее число осложнений, увеличивает число инфекций операционной раны, и не влияет на послеоперационную летальность. Таким образом, предоперационная бильярдная дренирование не улучшает результаты операций, но увеличивает число общих осложнений раневой инфекции и не влияет на окончательный результат. Интересно, что во всех этих исследованиях уровень общего бильярубина не превышал 250 микромоль на литр. Я вот даже удивился тому, что Михаил Германович привел статью, в которой уровень бильярубина варьировал от 80 до 470 микромоль на литр. До 470 микромоль на литр. Вы первый слайд посмотрите и увидите, потому что я его прочитал, и вам надо было тоже. До 470 микромоль на литр. Это удивительно, и при этом они не получили значимой разницы. В исследованиях, которые я перечислил, уровень бильярубина не превышал 250 микромоль на литр. Что происходит, если оперировать пациента с уровнем бильярубина выше этого, никто не знает. И не исключено, что результаты получатся обратными. Но в персональном общении с различными HPV-хирургами и панкреатическими хирургами я понял, что никому не придет в голову брать человека на операцию с уровнем бильярубина выше 250. И действительно, вверху данные по up-to-date, обобщающие все то, что я сказал, значит, отчет Кохранин-Коллаборейшн по этому поводу, данные ERAS Society и Российского общества онкологов, в котором принято, что если у пациента нет холонгита, нет зуда, и ему операция предстоит в ближайшие две недели, дренировать его не надо, его нужно оперировать сразу. Но при этом уровень бильярубина не должен быть больше 250. По разным данным от 200 до 250. Это уже наши консенсусы, которые фактически копируют зарубежные, основанные на исследованиях, о которых я только что говорил. Это заключение, точнее, рекомендации Российского общества онкологов, а это рекомендации Европейского общества эндоскопистов-гастроэнтерологов. Которые... Не понятно, что изображено. Скажите, по словам. Ну, как непонятно. Зал... Мелкая и много. Значит, красным подчеркнуто, что дренирование общего желчного протока при его обструкции показано, если человеку предстоит неодиевантная терапия, если у него есть острый холонгит, если хирургическое лечение отсрочено, или есть интенсивный зуд. Вот фактически четыре показания для того, чтобы это делать. Если вы хотите оперировать больного сразу, дренировать его не надо. Вы одождите сразу, дайте поблагодарить. Спасибо, Виктор Викторович. Вот торопятся все, понимаешь. Да, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вам не задавали вопросов, а вы вот задаете. Ну, давай. Я просто стою с тем, что тут той же формы, которую задал уже Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, последнее, то, что вы обобщили. Это уже дискуссия пошла фактически, а не вопрос. Вопрос у меня. Вы обобщили, так сказать, рекомендацию, но вы обратили внимание, что написано CBD, то есть речь идет преимущественно о низких блоках. И поэтому мой вопрос, как вы будете. А вы же в вашем первом слайде. Я даже вынесу на первый слайд. Да, да. Вот, но я не услышал. До такой степени я обратил внимание. Я поэтому хочу уточнить. Может быть, я что-то не прочитал, я плохо читаю слайды, и что-то не слышу еще, глуховато. Поэтому я хочу уточнить у вас уже непосредственно. Какая тактика в таком случае у пациентов, которые должны пойти на обширную резекцию печени? Надо дренировать. Кого дренировать? Когда дренировать? Это это максимальный блок, короче говоря. Максимальный блок, да. И на справосторонние перспективы. Не CBD, да. Если не CBD. Да. На самом деле, в этом смысле, я с большим интересом послушал доклад Михаила Георгиевича и понял, что тактика не ясна. Особенно меня впечатлила работа из слоукеттеринга. Это известное учреждение, о котором мы все знаем. И опыт его не обсуждается. Которая была посвящена отбору пациентов для антеградного дренирования. Потому что обычно холангиокарциномы в их клинике дренируют эндоскописты. Понимаете? Вот у меня в связи с этим вопрос. У самого. У вас по этому поводу нет вопроса? Вы знаете, Вячеслав Иванович, мы в одной клинике работаем. У нас каждый день эти вопросы. Вы эти ВТ вреды с утра до ночи. Понимаешь, чем нет? Поэтому, мое убеждение на основании того, что я знаю сейчас, это то, что вы знаете, на основании рандомизированных контролируемых исследований. И, скажем, если я полностью отрешусь от личных каких-то убеждений, что если уровень бидрубина выше 250, независимо от того, предполагается операция по поводу опухоли печени или опухоли поджелудочной железы, или гепатомоградберальной зоны, каким-либо образом, нужно дренировать. Потому что пока что убедительных данных о том, что этого делать не надо, я бы сказал нет. Хорошо. Спасибо, Вячеслав Иванович. Давайте очень пространный ответ на конкретный вопрос. Он не пространный, потому что я уже как раз говорил, потому что когда мы хотим что-то обсуждать, нам нужно договориться об уровне бидрубина. Если мы берем больше 300, хорошо. Кто согласится оперировать пациентов с уровнем бидрубина больше 300? Я нет. Вот понимаете, трудная жизнь у нынешних хирургов и прочих. У них так много вопросов. Почему? Потому что очень много возможностей. Когда я начинал этот самый HPB, она, кстати, тогда так не называлась. Она была разделом абдоминальной хирургии. У нас такого вопроса не было. Мы оперировали этих желтых больных, почему-то ничего другого просто не было, никаких вариантов. И Ваш покорный слуга первый, там, один из первых начинал иглу Прудкова вставлять с кислородной подушкой, с ляпроскопом в Красногвардеец для того, чтобы вот этот первый этап сделать. Вот что здесь важно понимать, дренировать и не дренировать. В лечении онкологического пациента, это, как правило, я уже сегодня об этом говорил, многоэтапный процесс. И с больным, не только с онкологическим, с любым, нередко бывает вот этот степ-бай-степ и приходится останавливаться. Да, потому что он не переносит то, что Вы ему предлагаете. Вот позиция такая, до 200 оперируем, после 200 не оперируем. Ну, мне кажется, она не совсем врачебная. Мне кажется, нельзя ориентироваться на какую-то конкретную цифру. Это так на грани всегда и никогда. В жизни этого не бывает. Вот, а вот возможность всё-таки, смотрите, у Вас жёлтый больной, а может, ему неоадимант надо сделать. А он жёлтый. Как Вы думаете, он лучше будет переносить, если он разгруженный, химиотерапию, или хуже? Я думаю, что похуже. И причём она будет менее предсказуемой, её результативность и переносимость. И так далее. И так далее. Это вообще, вот возможность дренировать и посмотреть, можно ли приступать к следующему степу, это тоже надо учитывать в своих рассуждениях. Поблагодарим ещё раз Вячеслава Ивановича. И перейдём к дальнейшим сообщениям, а в конце будет, я надеюсь, несколько минут для дискуссии. Транспапиллярное отоградное дренирование. 7 минут. Кузьмина, за. Где Кузьмина? Ну, тогда у нас есть Мелёхина, которая против, понимаешь. Тоже 7 минут, Ольга Вячеславовна, пожалуйста. Если Кузьмина не подойдёт, я думаю, что Юль Валерьевна основные положения этого сообщит, и мы сможем это обсудить. Пожалуйста. Сейчас одну минуту презентацию поставят. Значит, ну, я выступаю против транспапиллярного дренирования, у меня есть для этого некоторые основания. Итак, что такое транспапиллярное билярное дренирование? Ну, это наружно-внутреннее дренирование желчных протоков через зону БДС. Какие существуют у него минусы? Всем известные из-за, опять же, анатомии, что говорит название. Это нарушение запирательной функции попила. Это бактериальное обсеменение желчи. Любые манипуляции на попиле соответствуют, соответственно, отёку, спазму попила. Бактериальное обсеменение – холонгит. Панкреатит – это нарушение оттока панкреатического сока после манипуляций и, опять же, стоящим дренажом. Одновременный пассаж пищи и наличие дренажа в 12-перстной кишке способствует его обтурации. Начнем с холонгитов. Транспапиллярное дренирование используется вообще, через кожное дренирование, с 80-х годов прошлого столетия. Как вы видите, достаточно много работ было по осложнениям, начиная вот с 80-го года, с 88-го. Частота холонгита также очень варьирует от 19 до 33% в разных исследованиях. Но поскольку выборки недостаточно большие, поэтому разница такая в работах. И блоки четко не учитывали, чтобы было достоверно. Я хочу привести данные по холонгиту. В 2013 году было исследование, проведенное во всем знакомом Массан Медикал Центре, с достаточно строгим критерием отбора пациентов. Это были только пациенты с механической желтухой опухолевого генеза, очень хорошо разделенные по блокам, высокие и низкие блоки. Также без признаков холонгита поступающие, без признаков воспаления какого-либо. И оценивались результаты после транспапиллярного дренирования. Напоминаю, что большинство в мире, в большинстве клиник, практически везде, опять же используется, если наружно-внутреннее дренирование, оно транспапиллярное. Оно не супропапиллярное, которое используется у нас с определенного времени. Поэтому это всегда транспапиллярное дренирование. Так вот, частота развития холонгита при транспапиллярном дренировании составила почти 26%. Все себе могут представить, что такое каждый четвертый пациент с холонгитом. Из них 42% имели холонгиогенный сепсис. Летальный составил 4% у этих процентов пациентов. И это на выборке 418 пациентов с очень строгим отбором. Панкреатит. Здесь представлены данные, в общем-то, американских клиник. Вот одна из, это Джон Хопкинс представляет. В 2006 году, правда. Транзиторная гипералоземия 24% и 10% острый панкреатит. В то же время, если мы используем транспапиллярное дренирование, да, в таком случае можно это делать эндоскопически, потому что по анализу литературы транспапиллярное дренирование и ретроградные методы, они абсолютно идентичны по числу осложнений. Плюс имеют больше достоинств, потому что они имеют осложнений, характерных для наших вмешательств. То есть кровотечение, желчеистечение и также уровень жизни лучший у пациентов. Ну, мы представляем наш опыт. Сюда включен еще опыт 68 больницы Юлии Валерьевны. ЧЧХС выполнено 1312. Транспапиллярных дренирований, правда, всего 36. Это уже с нашим опытом МКНС. Инфекционные осложнения 28%, почти 29. Холонгиты. Амилоземия у 100% пациентов. По крайней мере, в первые сутки. И острый панкреатит у 16%. Ну, таким образом, по возможности, особенно при проксимальном блоке, мы рекомендуем выполнять препапиллярное наружно-внутреннее дренирование, которое лишено этих недостатков, такого количества холонгитов и панкреатитов. Показаниями для транспапиллярного дренирования, с учетом всего вышеизложенного, мы считаем, при дистальном уровне блока, это невозможность выполнения ретроградного доступа, стентирования, дренирования при короткой продолжительности жизни. И также при проксимальном уровне блока, при невозможности фиксации дренажа препапиллярно. То есть, тоже могут быть разные случаи, это может быть и склерозирующий холонгит, это может быть и полностью отсутствие возможности заякориться из-за сдавления лимфоузлов связки на протяжении, там, не оставляя ни малейшего пространства. Спасибо за внимание. Спасибо. Сразу хочу спросить, как это вам удалось стопроцентной амилоземии добиться, когда совместное впадение панкреатического и общежелостного протока встречается существенно реже? Вы что, специально, что ли, там, амилоземию-то вызывали чем-то? Нет, не специально вызывали амилоземию. Дело в том, что при наших методах достаточно часто, когда мы меняем проводники, например, да, у нас идут манипуляции на попиле. Ну и что? А панкреатический проток в стороне? Манипулируйте сколько хотите. Нет, нет, не важно. Нет. Что не важно? Открывается всё равно в общежелостный проток. Сфинктер общий. Манипуляция на попиле... Ну, значит, это 100% только для тех случаев, когда у вас совместное впадение. Потому что в остальных случаях вы не получите панкреатит. А это, кстати... Речь идёт не о панкреатите, а повышение уровня амилоземия. А повышение уровня амилоза от чего происходит? Там это, может, например, травматичность спазм попилы. Почему? Спазм попилы бывает всегда на проведении проводника через попил. В продолжение вопроса, Виктор Викторовича. Если мы обсуждаем дистальный блок опухолевой этиологии, там проток панкреатический блокирован давным-давно. И мы через этот сосок можем ходить чем угодно, не опасаясь панкреатита. Ну, в подавляющем большинстве случаев. Да, при проксимальных блоках, тогда, когда сосок интактен, практически всегда вмешательство на соске будет как минимум сопровождаться амилоземии. Но при дистальных ожидать панкреатита не приходится. Нет, естественно, когда у нас... Но у вас 100% амилоземия. У нас очень хорошая служба эндоскопии. У нас при этих случаях... 100% амилоземия при длительном блоке панкреатического протока. Еще раз, дистальными блоками занимаются эндоскописты. Нет, это опыт 68-й больницы был. Я что увидел, то процитировал. Вот именно. Это был... Сейчас, конечно, так не делается. Опыт 68-й больницы, и тогда анализ литературы показал. Короче, уберите 100% из своей презентации. Хорошо. И меньше вопросов будет. Аговорка. Да, что еще? Пожалуйста. Да, пожалуйста, уточните, пожалуйста. Вот такое большое количество гнойных осложнений... Представляйтесь, я вас очень прошу, коллеги. Доктор Григорьев, Курск, областная больница. Да, пожалуйста, уточните, вот такое большое количество гнойных осложнений после выполнения наружно-внутреннего белиодегестивного... Белиодегестивного транспапиллярного дренирования. Оно связано с чем? А вы сразу ставите наружно-внутренний дренаж без предварительного купирования желтухи? Или выполняете сначала наружное желчное отведение, купирование желтухи, холонгита, а потом уже выполняете реконструкцию наружного дренажа... Вы видите, вы видите, зайдете на муточку. Все, да? Да. Пожалуйста, отвечайте. Спасибо большое за вопрос. А можно вернуть презентацию? Обратили внимание, какое количество всего выполненного транспапиллярного дренирования? Какое? За 14 лет 36 пациентов, включая 68-ю больницу. Из 1312. Из 1312. Все остальные супропапиллярные дренирования? Это принципиальная позиция Юлии Валерьевны и ее всех соратников. Она вот обоснована тем, о чем сейчас говорила Ольга Вячеславовна. Еще вопросы? Нам хватило просто нескольких панкеронекрозов с летальным исходом. Нам хватило случаев постоянного... То есть повышение уровня ликоцитов и сои было просто статистически достоверно выверено. Мы просто не стали показывать эти графики. И дальше уже просто мы перестали это делать. И плюс еще, соответственно, мы приводим... Посмотрите, тоже. Не сильно различается. Это данные о Сан-Медикал-Центр. Просто вот у нас, например, в Сан-Сан-Али, практически все эти больные, они разрешаются с использованием именно антиградного, наружно-внутреннего холедоха, доденального, транспапиллярного дренирования. И гнойных осложнений. Ну, я не скажу, что... То есть холонгитов у вас нет? Нет, нет холонгитов. Но предварительно, конечно, нужно купировать механическую желтуху, а потом уже выполнять наружно-внутреннее стентирование плюс баллонная дилетация с зоной БСДК. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, нет. Вот видите, разница между Курском и Москвой. Что же говорить вообще обо всем остальном? При транспапиллярном стентировании баллонную предилетацию нужно выполнять. Мы не говорим о стентировании, я прошу прощения. Мы говорим о дренировании и, в частности, особенно при проксимальном... Антеградное дренирование, в первичии, купирование желтухи, холонгита, а в последующем выполнение наружно-внутреннего холедо-хододонального транспапиллярного стентирования. Ирина Николаевич, давайте мы разберем с терминологией. Значит, то, о чем говорит Ирий Николаевич, речь идет, конечно, о наружно-внутреннем дренировании. То есть термин стентирования, это, так сказать, вольный перевод англоязычной литературы, где под термином стентирование идет и установка ретроградно-пластиковых стентов, и низведения наружно-внутренние, и собственно стентирование. Конечно, мы ведем речь о наружно-внутреннем дренировании. И вопрос его был совершенно закономерен. Вы предпочитаете наружно-внутреннее дренирование выполнять одномоментно, или же все-таки вы этапно делаете? Сначала дренируем желтуху, а потом уже при показаниях выполняем наружно-внутреннее. При высоких блоках мы используем сразу, но супра-папиллярное дренирование. Супра. Все, решили. Транспапиллярное мы не используем. Друзья мои. Сейчас, сейчас, тут вопросы. И сейчас я понимаю, что есть небольшое разногласие. И опять же, и в терминологии так же. Я предвосвящаю следующего докладчика, потому что будет нутрициолог. И я объясню, в чем была загвоздка. Мы сейчас немножко путаемся в понятиях транспапиллярного и наружно-внутреннего, и наружного желчоотведения. Шла речь именно о за и против наружно-внутреннего дренирования или только наружного дренирования. О чем сейчас будет говорить нутрициолог? Именно за отведение желчи. А про транспапиллярный или нетранспапиллярный это уже технические особенности, связанные с рисками панкреатита. Это принципиально важно. И то, что мы сейчас услышали, это очень важно для интернационной радиологии. Но вопрос задан в начале был совершенно в другой плоскости. То есть вопрос мы сейчас будем обсуждать, надо ли возвращать желчь или не надо, или можно ее выводить наружу. А мы сейчас акцентировали вопрос на проблемах вот этой методики панкреонекрозы и холонгиты. Поэтому я считаю, что вот то, что мы сейчас услышали, это здорово, это очень интересно. Где входить? Был какой-то короткий вопрос? Нет, достаточно короткий вопрос. Вы понимаете, несколько раз слушая из вашей клиники практически пройти транспапиллярный и установка тренажей до папилы. Почему-то на самом деле, я не знаю, согласится со мной Олег Иванович или нет. Олег Иванович, послушайте, у вас тоже достаточно большой опыт наружно-внутреннего тренирования. Мы, когда проходим через папилу, не встречаем таких больших холонгитов. Не бывает такого сепсиса. Почему-то у вас очень большой процент. Чем это обусловлено? Это первое. И второе, статистика – это вещь такая, как ей поиграть. Есть очень много зарубежных публикаций, где действительно процент осложнений холонгитов, я имею в виду, доходит до 25. Но, тем не менее, есть не меньшее количество публикаций, где процент холонгита, восходящего холонгита, где-то 3-5%. Поэтому тут уж кто какую статистику возьмет. Я не понимаю, почему у вас каждый четвертый больной потом заболевает этим восходящим холонгитом. Спасибо большое за вопрос. Знаете почему? Потому что, уважаемые коллеги, это многие не понимают, потому что не имеют опыта введения больных после сформированных, особенно плохо, холонгитов до аденальных анастомозов, которые в свое время делали для разрешения желтухи, кстати сказать. Самая простая операция была – это ХДА, так называемая. И для того, чтобы понять, есть там холонгит или нет рефлюксный у такого рода больных, то есть когда есть прямое сообщение между аденом и холедохом, дайте глоток водостворимого контраста и положите больного, и вы увидите, где оказывается этот контраст. Хорошо, если не под капсулой глисона. Вот и вся история. Тут я не знаю, что тут обсуждать, мне кажется. Почему? По одной простой причине, ну просто так устроено, физика такая. Я могу ответить в отношении статистики и данных. Если взять Международный реестр Великобритании… А со статистикой, Ольга Вячеславовна, не углубляйтесь, вы совершенно правы, профессор, все так. Каждый видит то, что он хочет видеть, понимаете, в чем дело, и как он хочет видеть. Это так устроено. А нам сегодня нужно выработать какую-то общую позицию. Для того, чтобы к ней прийти, нам осталось послушать последнего докладчика Татьяна Николаевна. Вам слово, пожалуйста. И у нас будет ровно 7 минут, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пять минут на заключение, которое сделал Борис Иванович. Хочу еще раз представить, что я нутрицолог и не владею такими вот тонкостями именно механических манипуляций, но я занимаюсь пациентами, которые перенесли эти механические и хирургические манипуляции с последующим развитием нутритивных расстройств. И хотела бы привести единственный аргумент за то, чтобы желчь обязательно поступала в желудочно-кишечный тракт, уточнив вот и еще раз. Роль желчи в организме. Да, подчеркнуть, что желчь крайне ценный биологический продукт, который синтезирует печень, содержит в себе вышеперечисленные компоненты, в том числе и желчные кислоты, наиболее ценные, которые в последующем превращаются во вторичные, участвуют в выделении и формировании и фосфолипидов, и моноглобулинов, холестерина. Также желчь является буфером электролитов, кислотных остатков. Здесь я представила состав желчи, но хотела уточнить, что это наиболее такая, как бы, скажем, концентрированная пузырная желчь. Если вы обратите внимание, то в литре желчи содержится до 12 грамм желчных кислот, и мы не имеем права терять такую ценную жидкость, если мы проводим такое дренирование, которое не позволяет вернуть ее в организм. Более того, и 9 грамм электролитов, белки, холестерин, все это уходят, и это очень сложно все возместить, поверьте. Также уточнить, насколько желчь важна в организме. Здесь вот даже слайда не хватило, чтобы перечислить все ее основные функции. И самая главная функция – то, что желчь сама регулирует желчевыделение, и мы можем завести механизм, который приводит к тому, что наступает печеночная недостаточность, печень уже не справляется, и все это влияет на процессы пищеварения, усвоения, синтез гормонов, стимуляция, пролиферация эпителия. Также не забываем, что у желчи существует бактериостатическое действие, она подавляет бактериальную флору, ощелачивает, активирует ферменты и панкреатические, и кишечные, активирует моторику. И последний слайд. Если мы нарушим энтерогепатическую циркуляцию, да, то у нас будут крайне негативные последствия, с которыми будет сложно справиться. Благодарю за внимание. Татьяна Николаевна, вы просто прелесть. Татьяна Николаевна гастроэнтеролог вообще-то, так вот ее внутрициологию занесло. Но вот мы в сложных ситуациях без нее не обходимся. И действительно, я думаю, убедительно для всех было доказано, как важно, чтобы желчь попадала не в канализацию, а в пищеварительный тракт. Итак, друзья мои, на чем? Юлия Валерьевна, Кирилл Вячеславович, что вы давайте говорите, а потом Борис Иванович заключите. Ну, я все-таки к самому спорному вопросу вернусь. Какому? Опять попили свои? Надо или пот? Я немножко так отвечу, друзья, в Хадисович. Значит, смотрите, при низком уровне билярного-предистальном блоке, когда действительно попила уже изменена, как правило, мы редко пользуемся транспопиллярным дренированием, просто потому, что эти пациенты либо идут на радикальную операцию, тогда им больше показано наружное желчеотведение, как подготовка, либо это эндоскопическое стентирование, что в этой ситуации гораздо лучше. Если это речь идет о высоком уровне, о максимальном уровне билярного блока, то вот здесь транспопиллярное дренирование через неизмененную попиллу может привести к достаточно серьезным осложнениям. Михаил Германович у нас просто всегда вздрагивает, когда мы прикасаемся к попиле у больных с опухоли укладки, хоть сверху, хоть снизу, потому что вот тогда-то панкреатиты – это вот то, что рефлюкс холонгита и так далее, и так далее. Это вот то, что касается именно этого вопроса, мы ответили. Что касается всего остального, мне кажется, что действительно по возможности хотелось бы развивать, я всегда об этом как бы говорила, развивать как бы равномерно оба направления в каждой клиники, и что касается антиградного и ретроградного дренирования, но по возможности, конечно, направлять пациентов в специализированные стационары, я это поняла и на собственном опыте 10 лет, скорбопомощной больницы, и потом клинический центр, где есть действительно истинный мультидисциплинарный подход. Спасибо. Кирилл Вячеславович. Ну, а я очень рад, что эта сессия состоялась именно так, как мы ее планировали, потому что мы хотели жаркую дискуссию, которой я лично восхищался, и совсем не хотели драки, которая не состоялась, да, по-моему, жаркая дискуссия состоялась, драки я не увидел. И что, Иван, что шел просто? А, драться не с кем. Ну, он против. И мы просто потеряли такое шоу. Мы не знаем, что я не услышал, а, честно говоря, хотел бы услышать, мы с вами обсуждали очень много сверху, снизу, как удобно хирургу, как удобно. А про сбоку никто не сказал. Про сбоку никто не сказал. Говорили про национальные клинические рекомендации, гайдлайны, как вы любите говорить, да, но только как бы мы здесь всегда говорим, что мы лечим онкологического больного, соответственно, мы боремся за качество его жизни, да, тоже здесь очень много говорили, но мы здесь, на самом деле, еще боремся за продолжительность его жизни. И вот обсуждая эти вопросы, обсуждая вопросы сверху, снизу, покрытым, непокрытым, надо еще, как бы, наверное, опираться на международные рекомендации, которые оценивают продолжительность жизни больных. К сожалению, мы сейчас не можем говорить, потому что, естественно, гипотологи говорили про блоки на уровне печени и желтухи на уровне печени, панкреатологи на уровне поджелудочной железы. Но есть международные клинические рекомендации, которые основаны на больших статистических исследованиях, где четко прописано еще, между прочим, и качество и продолжительность жизни пациентов после различного вида разрешения механической желтухи. Мне кажется, когда мы выбираем этот вопрос, это тоже немаловажный фактор, особенно если мы тут определяем стратегию сверху, снизу, кому удобно, и стратегию развития. Не хочу, как бы, заранее говорить, какая продолжительность жизни у каких пациентов при разрешении чего лучше, пускай это останется домашним заданием. Это там решать. Ну, к сожалению, это уже на статистически достоверном материале показано и написано, надо только прочитать. Потому что, ну, как бы, к сожалению, то, что там написано, не всегда расходится с точки зрения, которое принято в клинике. Вот так, собственно, спасибо. И я думаю, что Борис Иванович, наверное, заключит все это дело. Спасибо. Рано. Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить весь организационный комитет. Мне кажется, очень хорошая получилась у нас целая серия сессий, где представлены все специалисты, и была возможность высказаться всем. И, как видите, особых противоречий мы не нашли, только отдельные элементы и детали, которые, в принципе, разрешимы. Я призываю в первую очередь подходить к пациенту, когда только вы увидели желтого пациента и начали спрашивать, окрашено у него хал или нет, четко себе представлять всю цепочку диагностических и лечебных вариантов лечения онкологического больного. Если вам это неизвестно, то никаких действий, которые бы невозможно было бы нивелировать, лучше не применять. Или же иметь, скажем, такие тесные связи с теми учреждениями, которые хорошо занимаются этим вопросом, представлено. И этих пациентов туда направлять или консультироваться с теми врачами. Хочу вам сказать, что вот в онкологии есть определенные критерии. Вот я хочу поддержать Кирилла Вячеславовича. Пациент должен прожить пять лет, вот тогда он считается излеченным. А в простой хирургии пациент должен быть выписан. Вот в этом большая разница. Поэтому нужно знать всю цепочку. И, к примеру, могу сказать, что вот если химиотерапевты сегодня нашли разницу после применения очень дорогостоящего препарата, разницу на два месяца жизни, это считается победой. Здесь мы подходим очень, так сказать, свободно к этим месяцам, иногда годам. Поэтому хочу вам напомнить, чтобы вы знали, что продолжительность жизни на год-полтора у онкологического пациента, и вот это очень серьезно. И это все в наших руках. Это все в наших руках, коллеги. Поэтому очень внимательно относитесь к этому вопросу. Я хочу всем пожелать успехов в этом направлении, чаще встречаться, общаться, и только тогда мы сможем выработать некое суммационное мнение, которое наверняка будет правильным. Спасибо. Я просто хочу напомнить, что мы в данном случае не заканчиваем наш сегодняшний день. У нас, наоборот, приближаемся к тому, что мы знаем категорию пациентов, которые будут жить долго, потому что у них доброкачественная структура желчных протоков, а это более жаркая дискуссия. Несмотря на то, что у нас перерыв сейчас планируется полчасовой, я просто акцентирую внимание, чтобы мы не расходили. Сейчас будет еще более интереснее. После обеда это все будет. Идите там покушайте что-нибудь. Дмитрий Гурамович, подойдите ко мне, пожалуйста. Дмитрий Гурамович. Дмитрий Гурамович.